Добрый вечер, Америка! Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня наша программа не совсем обычна. Нет, не так. Хочется думать, что каждая наша программа не то, что не совсем обычна, а совсем необычна. Давайте так попробуем. Сегодня наша всегда необычная программа совсем необычна. Большинство из вас наверняка знают, что счастливые часов не наблюдают. А вы когда-нибудь задумывались, почему так происходит и где кроется причина столь непонятной метаморфозы? Я вот тоже буквально накануне в очередной раз задумался над этим знаменитым афоризмом господина Грибоедова. И вот к какому выводу пришел? Все зависит от того, какие часы мы имеем в виду. О! Потому что часы от русско-американского телевидения, вот покажите, покажите, пожалуйста, покажите, пожалуйста, эти часы. Вот, спасибо большое. Которые вы сейчас наблюдаете, могут осчастливить кого угодно и похлеще. Всяких Роликсов и Ваширонов Константинов не верите. Я так и знал. Но, уверяю вас, есть. Есть люди, которые поверили мне сразу и безоговорочно. Вы готовы? Хорошо. Вот вам доказательства. Я хочу, Геннадий Викторович, подарить вам такой сувенир небольшой. WMNB. Русско-американское телевидение в Америке. И вот ручка тоже такая же, чтобы мы с вами переписывались потом. Вот, пожалуйста, я их здесь положу. Спасибо. По ним можно будет смотреть. Нажми. По ним. Нет, нет, нет. Одевать, может быть, даже и не надо. Не надо. Сейчас мы будем смотреть по ним, чтобы сверять наши часы. Хорошо. А если я буду плохо отвечать на вопросы, вы меня не отберете? Нет, они так здесь и останутся. Ну, пускай все-таки здесь. Хорошо. Тогда начинаем. Начинаем. Да-да, вам не померечилось. Это самое что ни на есть Геннадий Хазанов со своей прекрасной половиной, которым программа «Добрый вечер. Америка» заехала на чашку утреннего чая. И вот, что из этой церемонии в итоге получилось, я и хочу рассказать вам сегодня. Маленький гигант большой сцены. Его отвергли театральные вузы, и он стал студентом кулинарного техникума. Его два раза выгоняли из зала, но он любимец публики. Он обеспеченный человек, но главный его капитал не золото, а злато. Она с полным правом может называться лучшей миниатюрой своего мужа. Может быть, мы сегодня поговорим, скажем, о любви. Или, по крайней мере, с этого начнем наш разговор. А вы, например, помните, когда вы впервые познакомились? Знаете, если бы я этого не помнил, я бы даже, я думаю, что если бы я этого не помнил, я бы не знал, как называется страна, в которой… Мы сегодня находимся, да. А поскольку я точно знаю, что мы в Албании… А, извините… Извините… Ты все репутали… Помнишь, что на… Так вот, Василий, я… It's ok. Это… Дима… Да… Димочка… А это… Вот вы сейчас говорили… Нет, действительно, прекрасно помню, как мы познакомились. Надо вам сказать, что каждый год, вот уже в этом году будет такая круглая цифра. 30 лет с того дня, как мы пришли на первое свидание друг к другу. Она говорит, пойдем я тебя с мамой познакомлю. Мне сейчас только твоей мамы не хватает. Но мы все-таки зашли к ней. А мама говорит, хорошо, что пришли, пойдемте чай пить. Я говорю, ну чего я вам сделала-то? Она говорит, ну не хотите чай, давайте арбуз кушать. А чего дальше было, я даже описывать не буду. Так что у нас 1969-1999 год, это такие эпохальные. А сколько прошло от первого свидания до того, как никому тогда неизвестный, в общем, молодой паренек Гена Хазанов сделал вам предложение? И почему вообще вы его приняли? Что такое? Что же, что такого было загадочного и чем он вас так покорил? Ну, если начать конкретно отвечать, последовательный вопрос, то практически с первого нашего свидания мы не расстаемся, а поженились мы через год. А чем покорил? Ну, просто как бы… Жалко стало. Жалко стало. Жалко стало. Ну куда он пойдет? Ну куда он пойдет? Ну куда он пойдет? Ну что, холодно на улице. Ну, действительно было. Конечно, холодно было. Вы тогда были студентом? Нет, он закончил. Димочка, что какие устойки? Во-первых, если честно, я нигде не учился. Так просто Злата придумал эту версию на весь мир. Так все худо еще. А кулинарной техникум? А кулинарной техникум не учился, а цирковое училище закончил в тот момент, уже работал в оркестре Утеосова, но только молодой артист. Дима, у меня была, между прочим, зарплата 150 рублей в месяц. 150 рублей. Это большая зарплата. Для артиста. Большая, но маленькая. В смысле хорошая. Так что я вышла замуж за богатого, а он меня взял без высшего. Нет, нет. Ты можешь скажи, как Шервин сказал, по правде. А, да. Вот Шервин сказал. Как сказал Шервин? Он сказал, все думали, что Гена женился на Злате по любви, а оказалось по расчету. А что вообще такое быть женой талантливого, всем известного, самого популярного, самого высокого человека? Ну, рассказали самым высокого. Я встану тогда. Ну, что же это? Вы знаете, эти, как сказать, самым известным и самым, как выяснилось, самым талантливым, это он для меня только сразу был самый талантливый. Остальные узнали об этом немножко. Остальным приходилось доказывать. Сначала первая знала его мама, ее святая вера в его талант. Мне кажется, помогла Гене стать тем, чем он есть в первую очередь. Это действительно так. Все это мы как-то сразу поняли, что дело, которым он занимается, это основное в этом смысле. У меня были, конечно, какие-то свои собственные амбиции по молодости лет, но они быстро прошли. Прошли, потому что очевидность приоритетов была сразу понятна. Да потом и если вы с Геной пообщаетесь полтора часа, то из этих полутора часов 5 минут вам удастся что-то рассказать о себе. Все остальное все равно будет о нем. Или вы о нем будете говорить, или он. Понимаете, это человек одной идеи, и здесь уже нет вариантов. Человек по-настоящему талантливый, он одарен одиночеством в равной степени, как талантом. И что-то ни в коем случае не надо нарушать. Не надо его переделывать, и не надо стараться помочь. Я не хочу, чтобы ты был одинокий. Вот это вот есть какая-то грань, за которую ты не должен заходить. 1969 год. Это год, когда мы встретились со Златой. И 1969 год, когда я закончил училище циркового эстрадного искусства и попал на профессиональную эстраду. Я до этого несколько лет уже в статусе юниора, или как это называется, дублера. Уже пробовал выходить на эстраду. И даже уже заработал кое-какие деньги. А уж потом, когда я в ресторане стал работать, у меня такой хороший аппетит появился, что мне от него один раз даже плохо стало. Я... Вообще считался очень богатым человеком. 30-40 рублей, заработанных на халтурах. Я тоже. На концертах. А? Я тоже. Считаю его очень богатым. Да, естественно. Тогда в те времена, по-моему, на 10 рублей можно было в ресторан. Вот видите, как именно на 12 рублей после халтуры ресторан «Прага». Еще что-то оставалось. Понимаете? Да. Да. Причем, я должен сказать, я хотел их оставить себе, а Злан сказал, дай им на чаевые. Да. Так у нас и сложились отношения, что я жадничаю, а она пытается меня как-то сделать щедрее. Да, да, да. А у Геннадия Викторовича много было поклонниц? В любом... Почему-то все поклонницы оказывались несколько старше, чем он ожидал. Более-то даже старше, чем ожидали сами поклонницы. Да, мы в основном среди такого бальзаковского возраста. Да, да, да. Такие, да. Если говорить о комплекции, то они тоже как-то не сходились всегда с представлениями на поклонниц. Но зато они очень искренни. Очень искренни. И кормили. И кормили всегда. Где какая поклонница, в провинции, всегда... Баночка варенья. Всегда что-то приносит. Грибочки. 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 В общем, наши поклонницы очень практичные. Очень. Очень. То есть, практически похудеть не давай. Не давай. Мне нравится ваше отношение к поклонницам. Ну, я обожаю поклонницы. Просто всех призываю вместе со мной разделить это чувство. Я хочу задать такой вам вопрос, который меня мучил давно, с тех пор, как я посмотрел картину с вашим участием «Маленький гигант большого секса». Вы сыграли с такой страстью, с такой самодачей этого человека. Извините, что я спрашиваю. Это у вас как-то что-то было личное с этим связано? Позволю себе нарушить плавное течение беседы с тем, чтобы внести некоторые пояснения. Ну, я-то, положа руку на сердце, был совершенно уверен, что ответом на такой, в общем-то, незамысловатый вопрос будет, ну, какая-нибудь легкая шутка в стиле Геннадия Хазанова. Но ошибся. Мой собеседник стал вдруг невероятно серьезен. И, как вы сейчас сами поймете, тому были достаточно веские. И, что самое интересное, многим из вас знакомые причины. 91-й год. Запрет Кумпар. Ну, не запрет, а окончание монополизма партийного. Вот-вот-вот уже союз дышит наладом. Начало 91-го года. Острейшее ощущение кризиса на эстраде в жанре. Я думаю, что, ну, я тут боюсь сказать, поскольку я на этом тем не с кем не разговаривал, но боюсь, что так остро, ну, может быть, Жванецкий это предчувствовал, пожалуй. Но я очень остро чувствовал конец жанра сатирического. Я понимал прекрасно, что больше воевать с этими домокловыми мечами, которые уже сами дышат наладом, глупо. Я не знал, что делать. Я был очень растерян. Весной 91-го года ко мне приходит режиссер. И говорит, вот есть такая идея снять фильм по повести Искандера. Я сказал, дайте мне прочесть сценарий. Я читал сценарий только под одним углом зрения. Чтобы там не было политики, чтобы там не было коммунистов, не коммунистов, чтобы там не было того, чтобы не было вот этой вульгарной сегодняшней злободневности. И я это увидел. Ну-ка выпей еще одну. А говорил, что в любви Наполеон. Мадам, у каждого Наполеона есть свой Ватерлоу. Все. Если в этот момент принесли другой сценарий мне, где тоже не было бы того, от чего я уже понимал, что надо убегать, я бы согласился. Это было вот... Я не знаю, что это такое. Почему так происходит, что в определенный момент это жена знает лучше? Почему так происходит? Когда мне кажется... Я сейчас... Да, сейчас я подкатываю. А дальше... А дальше весь вопрос только, как бы сказать, в том, что в любую игру тогда надо уходить, надо уходить с головой. Иди сюда. До сцены. Золотая. О! О! Слушайте! Откуда вас только снимут? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как бы сказать, показаться неспособным играть роль на экране. Тем более, что у меня было очень много споров с режиссером фильма. Мне не казалось. Так вот, как вы говорите, мне как раз не хватало. Ну, при всей ироничности вашего вопроса, все-таки, если все-таки ирония влезет в сторону, мне там кое-чего не хватило именно по линии чувства. Так, выпьем эту орлиную кровь из этих хрустальных бокалов за нашу чудесную хозяйку, женщину с большой буквы, собравшую в этом гостеприимном доме сразу столько красавиц за ее уникальное сердце, вобравшее в себя ум, честь и совесть всех этих книг. И нежность всех этих ковров. До дна, до дна, а сколько капель останется в наших бокалах, стольких прекрасных поклонников лишится наша драгоценная хозяйка. Геннадий Викторович, считается, что вершиной актерской профессии почему-то это сыграть роль Гавлета. А мы никогда не хотели сыграть Гавлета. Дело в том, что я для себя давно решил быть. Мне нечего решать быть, не быть. И быть это решает не человек, а Господь Бог. У меня очень простые и земные задачи. Мне что надо? Вот я выхожу на сцену. И я вижу в зрительном зале много людей. На несколько человек больше, чем мест. Это праздник. Как говорят у нас в солнечной татарии, я имею фан. И уже умом Россию не понять, аршинам общего рынка не измерить. Странно, господа, отчего у нас каждый непременно хочет заняться каким-то посторонним делом, не приносящим пользы Отечеству. Взять хотя бы господина Жириновского. Никак не возьму в толк, для чего себе государственный муж в своих буйных литературных опусах призывает россиян идти аж к Индийскому океану и в нем омывать свои сапоги. Что за польза? Ведь они пока в свою глубинку вернутся, эти сапоги снова грязью покроются. Понятно. А если убрать иронию? Я этот вопрос задал для того, чтобы понять, до каких пределов распространяется ваше желание вобрать в себя актерскую профессию. Очень хочу играть смешные роли, у которых неизмеряемая глубина. Смешные. У меня никаких амбиций играть датского принца нету. Что такое играть Гамлета, не играть Гамлета? Это, в принципе, вопрос только, какие проблемы хочет осветить или пережить артист. Проблемы маленького человека – это и большие имена, это подтверждает в искусстве. Иногда гораздо более даже значимы и больше, чем проблемы такой масштабной личности, как Гамлет. Кем является Гамлет сегодня? Мы можем… А ведь Гамлета, наверное… Понимаете, Чаплин мог играть Гамлета? Мог. Вот мог. Конечно. Понимаете? Маленький человек, я имею в виду по образу. Вот представьте себе, что Чаплин играет Гамлета. И тогда мы… Весь поворот всех проблем… Это только так давит, что это… Принц, король, убили папу, замок… А ведь… Все равно играет о жизни, о смерти… Конечно. Ну, зачем же вы мне половой шовинизм шьете? Я со всеми. И с русскими, и с украинскими, и с татарскими, и с мордовскими. Во-первых, потому что для меня в темноте… Национальность… А во-вторых, и в самых главных, потому что лучше наших… Уж так исторически сложилось, что чаевничать к Геннадию и Злате Хазановым я ехал не только с часами от нашей компании, но и твердым убеждением, что беседовать с артистом разговорного жанра, который находится в отпуске, нужно о чем угодно, только не о жанре. Как говорил незабвенный Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. Но не тут-то было. Вы сами начали этот разговор по поводу жанра. Я хотел его обойти. Обычно, когда встречают человека, скажем, мастер разговорного жанра… «О, расскажи анекдот!» Нет, ладно, Дим, это не то, что не так понятно. Ну давай сейчас… Не просто дим анекдот, а он говорит так. «Расскажите ваш любимый анекдот». Я говорю, анекдот – это же не жена, которую вы убираете на всю жизнь, понимаете? Жена такая любимая… Я влюбился в этот анекдот в 1972 году. После этого мы прожили 4 года вместе с этим анекдотом. Однажды я проснулся и заявил, что анекдот ушел. Я увидел, что его полюбил артист Петросян. Этот анекдот с артистом Петросяном прожил 18 лет. И потом с ним спал и задавал… Ну я абсолютно с вами согласен. Но если продолжать эту тему, значит я в вами о жанрах. Во-первых, вы и сыграли в кино. Да ваши спектакли, моноспектакли – это же работа драматического актера… Огромного высокого накала. Несмотря на то, что это моя большая радость, но иногда мне кажется, что я слишком, как бы сказать, переоцениваю важность этого события. Поэтому, если захочет Злат сказать про это, пускай она скажет. Я только могу сказать, что спектакль «Ужин с дураком», поставленный режиссером Леонидом Трушкиным по французской пьесе драматургой Вебера, дал мне возможность, во-первых, встретиться с прекрасными актерами на сцене. Олег Басилашвили, Анатолий Равикович. Прекрасные актеры, питерские артисты. До этого у меня был опыт в конце 91-го, в начале 92-го года. Тоже судьба меня, конечно, побаловала. У меня партнерами по спектаклю были Ельцин Севстегнеев, Калягин, Невинный, Филатов, Юрский. Так что, конечно, я баловень судьбы в этом смысле. Но если говорить об объеме работы и о серьезности работы, конечно, это вот работа театральная, которая пришлась на конец 98-го года. Она есть предмет не только, как бы сказать, удовольствия собственного и гордости до определенной степени, потому что я успел даже получить премию «Чайка» по номинации «Диагноз актер». Конечно, немножечко это странно звучит. 30 лет надо было быть на эстраде, чтобы тебе поставили такой диагноз, что ты артист. Но поскольку эту номинацию вручали… У людей была надежда, что диагноз не подтвердится. Не подтвердится. Да, не в этом дело, просто… Черт, подтвердилось, да. Да, просто… Это мне напоминает такой веселый анекдот медицинский, не буду рассказывать. Почему? Нет. Больной пришел к врачу, и врач говорит, ну что, дружочек, я посмотрел всю гистологию… Рак. Он говорит, нет, не рак, что вы, камни. Он говорит, нет, не камни, а за камнями рак. Так что… Так что диагноз актер. Меня больше даже в этом… Меня больше в этой работе заинтересовало другое. Открылась возможность для меня… Сейчас, Дима, удивитесь, куда я сейчас выверну… Вернуться к разговору на сцене о любви. Трагедия артистов разговорного жанра в том, что они вынуждены два часа, находясь на сцене, все время беспрерывно смешить людей. Забывая, что смех – это одно из чувств. Человек, если будет пребывать в одном режиме чувства, чувство притупляется. Это должно быть гамма. У артистов нашего жанра, к великому сожалению, после ухода Райкина эта тенденция сильно просматривается. Стало все меньше и меньше чувства, все больше и больше социальной жесткости. В этом повинно время, обстоятельства и так далее, и так далее. Но все-таки мы таким образом надеваем на себя шоры, лишая себя возможности любить, на сцене любить. Хотя, вроде бы, по большому счету, все равно артист, выходящий на сцену, любит зрителя. Но это такая, вроде бы, теоретическая сверхзадача. Я могу поспорить с кем угодно и на что угодно. Это не голословно. Смотри, приходит там какой-нибудь немец, швед или финн на работу. Так, садится за стол. Вокруг него сослуживицы. Правильно, немки. Шведки. Или вообще... Вообще финки. Ха! Глаз положить не на кого. Естественно, ничего этому немцу-шведу-фину не остается. Как сидеть и работать. Все. Мы не будем говорить, что они какие-то там крокодилы. Это не надо. Зачем другие народы обижать? Мордовороты. Все. Еще раз говорю, глаз положить не на кого. После работы он приходит домой. Кто его дома встречает? Свой до боли знакомый мордоворотик. Это о чем говорит? Это же говорит о том, что он опять выспится. Когда-то был такой учитель в Одессе скрипичной школы. Основатель скрипичной школы одесской. Или, может быть, он не был основатель. Но уже легенда, что он основатель. Такой столярский. Школа столярского была. Приводили маленьких еврейских детей, не только еврейских, живших в Одессе. Но все, кто в Одессе жил и все, кто играл на скрипке, автоматически становились евреями. И вот столярский смотрел этого маленького мальчика. Это мог быть Фима, это мог быть Петя, мог быть Коля, мог быть Сема. Не важно. И когда мальчик извлекал звук, то столярский говорил, главное, чтобы этот звук был шмалцем. Понимаешь? Вот это вот... Вот то, что я слышу сейчас Максим Венгеров играет. Вот он играет Ронда Капричоза в Синсансе. И у него первый звук, вот он извлекает от него... Не хочу портить. Понимаете? Но вот столько в нем чувства в этом звуке. Вот надо в жанр разговорный вернуть чувства. Может быть, во мне говорит возраст. Может быть, во мне говорит естественная совершенно переоценка ценностей в связи с разрушением замкнутого пространства, в котором мы все жили. Мне хочется, чтобы меня понимали на любом континенте. Поскольку я никакого другого языка не знаю, знаю только русский. Значит, я хочу уже говорить по-русски на языке чувства. А не кажется ли вам, что этого может быть причина, что сатира такой же древний жанр, как и драма? Это, в общем, вы это доказали, между прочим, своим примером. Вы актер в общем смысле этого слова. Но, может быть, что-то изменилось в самой структуре жизни страны, в которой вы живете и работаете. И сатира стала не нужна. Потому что посмотреть на Жириновского, ну и какой актер, какая сатира после него, если он открыто сам играет. Если посмотреть, извините, даже на президента России во многих, так сказать, его выступлениях или на бывшего премьер-министра, это тоже смешно. Уже просто надоело смеяться. Мало того, что любовь, хочется сказать что-то серьезное. Людям никогда не надоедает смеяться, просто людям надоедает смеяться над чем-то. Есть другие вещи, которые вызывают у людей улыбку. И это может быть смех через сердце, а не прямой такой. Знаете, не только надо, как сказать, нижней частью тела. Да. То есть головой. Грумый смех. Я не могу согласиться с тем, что людям надоедает смеяться. Люди смеяться всегда хотят. Просто над чем? Говорят, все в Москве такие неулыбчивые. Неулыбчивость. Это основной знак пространства, в котором раньше именовался Российской империей, а потом Советский Союз, а теперь Российская Федерация. Неулыбчивость. На это и есть серьезные причины. Ни время, ни место сейчас об этом говорить. Мы говорим о констатации факта. Я вообще не хочу по этому поводу ставить диагнозы. Потому что для меня иногда серьезное лицо, или, скажем, неулыбающееся лицо, это вовсе еще не признак, как бы вам сказать, недружелюбности. Не обязательно. В России такое место. Потому что мы ведь с вами хорошо знаем и другое определение – смех без причины. Да. Когда на Западе определяют человека из России по неулыбчивости, говорят, он не френдли, он неконтактный. Не могу вам сказать, может быть, отчасти это правда, но отчасти контактность улыбающихся людей на Западе – это всего лишь тренированные мышцы, и не более того. Говорят, что это воспитание. Здравствуйте. How are you today? Не дай Бог действительно говорить. Да, это всем известно. Значит, это форма. Форма. Привет. Как дела? Прекрасно. До свидания. Зачем спросил? Ну, так, полагается. У нас на полном серьезе будут рассказывать, как дела. Подробнейшим образом. Поэтому… Будете слушать? Обязательно. Обязательно. Это вот самое главное, что будут слушать. Обязательно будут слушать. У меня ужас, вот это ужас. Понимаете? Вот это… И легче стало. Обоим легче. Предлагаю… Бросить их всех на борьбу с империализмом. А что, для начала собираем человек весь этих тормоедов. Обучаем их английскому языку. И весь этот боевой отряд. Ползучих гадов. Забрасываем. Не скажу куда. Чтоб там раньше времени не узнали. Там они быстро акклиматизируются. Быстро с кем надо покорешаться. Они это умеют. И быстро внедрятся во все отрасли капиталистического народного хозяйства. И вот в один прекрасный день их миллионер… Фу… Эксплуататор и кровосос… Фу… Заходит в магазин… Фу… С целью приодеться. Фу… Фу… А там уже наш человек… Фу… Надевают на него костюмчик, сделанный нашим же человеком. Фу… Но уже в ихней швейной промышленности. Фу… Фу… Я не могу. Фу… Теряет дар английской речи. Фу… На нем тенджачок асфальтового цвета. Со стоячим воротничком. До макушки. Фу… И брюки модели… Я умру сейчас. Я не могу. Фу… Модели… Отдай врагу. Фу… То есть, он в таком костюме… Может только в безлунную ночь… Прятаться под одеялом от людей. Все. Фу… Я вот думаю, от великого до смешного действительно один шаг или все-таки больше. И кто знает, от какого места надо начинать мерить и в какую, в общем-то… сторону. Не, на самом деле, я не шучу. Смех вообще, вы знаете, дело очень серьезное. А если кто-то сомневается… Ну, значит, я был недостаточно убедителен. В отличие от моих собеседников. В 90-м году, оказавшись в Испании, в королевском загородном дворце, в Эль Эшкориале, я попал в зал, где были географические карты королевские испанские 16-го века. 16-го или 17-го. Ну, сразу я стал смотреть на то место, где… Это еще был Советский Союз. Что там? Я думал, что там будет написано «Russian Federation». Или такое, да? Или «Империя». Там было написано «Terra incognita». В Испании в 17-м веке не могли представить, что там живут люди. А у нас все уже было. У нас уже медовуха была такая, что просто… Понимаешь… Уже Грозного не было. Уже Калита приказал долго жить. Курбский, понимаешь, уже перестал писать свои письма. Он у нас что был. А не «Terra incognita». Так что мне все-таки хочется тут согласиться с женой, которая сказала, что не надоело людям смеяться. Людям хочется сегодня, во-первых, в государстве, где перестала свирепствовать однолинейная идеология, где могут появляться разные здания, разные точки зрения, разные партии. Сатиры перестают играть ту функцию единственного очистителя воздуха или, я не знаю, что там, легального оппозиционера. Да это нормально, не должно так быть. Это было ненормальностью советского времени. Он говорит, вы слышали вчера по телевизору, что сказала Миронова Минакеру. А что она сказала? Вы не слышали? Он говорит, нет, я не могу повторить. Говорит, почему? Как это пропустили? Как их не посадят до сих пор? Да. Как это было? Да. Я уже не говорю о колготках, в которых я родилась и умру. Люди говорили, как остро. Это не могу. Потому что наша, советская женщина, вообще, в один колгот походит всю жизнь. Всю жизнь. Понимаешь? Всю жизнь. Ну это было. А их обвиняли во лжи. Потому что у советской женщины нет колготов. Геннадий Викторович. Вам не кажется, что на определенных этапах любого общества, особенно вот когда существуют такие вот тирании, очень крепкие системы, сатирик, может быть, вот начинает пребывать, исполнять функцию некоторого такого очистителя, как вы сами выразились, воздуха. И есть люди, которым позволяется. Обязательно. Вы это каким-то образом чувствовали? Вы чувствовали это, что вам позволялось? Ну, понимаете, я это чувствовал особенно остро, потому что я это чувствовал больше со стороны чего не позволялось. Потому что то, что позволялось в этом смысле, тогда должны были ощущать все, кто работал в этом жанре. Но поскольку я заступал... Не каждого выбирали. Нет, но я заступал все время. Я все время переступал... Видите, вот эта мира, которая была дозволена. Да, да, да. Я все время, поскольку был нахальный, плохо воспитанный и вообще мерзкий. С скандалом, омерзительным. Да, сейчас я такой тихий блондин. А понимаешь, боец был такой, боец. Я не слышу бурный аплодисмент. Спасибо. Но это не аплодисмент, это издевательство. Я попрошу, чтобы весь зал с криками браво. Прошу три-четыре, браво, три-четыре. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, пока балкон не подключится, продолжать не буду. АПЛОДИСМЕНТЫ Вместе с балконом кричим браво, три-четыре, браво. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ни в коем случае, прошу не рассматривать мои слова как предмет самовосхваления или гордости. Я думаю, что в этом жанре ни один артист, включая Райкина, таких репрессий не видел. Исключение из учебного заведения, потеря права на работу, ну и так далее. Серьезные, очень серьезные были действия. Конечно, это все детский лепет, по сравнению с тем, что происходило в 30-40-е годы. Тогда просто нет человека, нет проблем. Но на том уровне, который это произойдет, даже после смерти Брежнева в 83-й год, это вот, я бы сказал, такая ремиссия, выражаясь медицинским термином, тоталитарная система пришедших к власти Андропов и его люди, его команда, которая заняла ключевые места, они пришли туда с габистскими, в этом смысле, принципами управления государством. Насколько они правы мне сказать, трудно, им было изнутри ситуацию видно лучше, но я на себя ощутил это довольно жестко. Между прочим, Геннадий Хазанов однажды поздравлял с днем рождения самого Леонида Ильича Брежнева. Как представитель творческой интеллигенции, он выступал с миниатюрой про студента кулинарного техникума, который перед свиданием с девушкой наелся арбузов, со всеми вытекающими, в прямом смысле этого слова, последствиями. И говорят, эта милая житейская история так понравилась тогдашнему руководителю партии и правительства, что он даже поотечески на эту тему пошутил. Видимо, за дело, за живое. Но давайте продолжать, дорогие друзья, тем более, что мы подходим к самому интересному. На гастроли, которые вы собираетесь в Америке, это же уже... Вы же были много раз. Очень. Да, как вы относитесь к нам? С каким чувством вы сюда едете? Для вас это один и тот же зритель, Геннадий Викторович? Да, с годами все больше, все больше и больше один и тот же. Да, серьезно. Потому что если первые гастроли, которые были в 87-м году, или не вторые, которые были в 91-м году, это все-таки в основном та часть эмиграции, которая сформировалась от начала 70-х годов. От начала 70-х и до конца 70-х, когда она была перекрыта после ввода войск в Афганистан. Начиная с 91-го года, во-первых, эмиграция очень сильно разрослась, во-вторых, она потеряла, на мой взгляд, национальный приоритет, потому что люди перестали выезжать из Советского Союза только по... Причине национальной принадлежности. Принадлежности к еврейской национальности, потому что здесь оказалось много людей самых-самых разных национальностей. То есть практически модель Советского Союза переехала на территорию Соединенных Штатов. В связи с этим и репертуар должен быть, я бы сказал, более унифицированным. Он должен быть менее замкнут на национальной тематике, что было совершенно естественно в первые годы. Ну, не то что в первые годы, а вот, скажем, в 91-м, в 92-м году, я вспоминаю гастроли, где максимальное количество еврейских анекдотов могли решить успех всей программы. Сегодня это уже другой подход к этому. Когда он это понял, он тоже решил перестроиться. Он на каждом углу стал кричать, что в России его преследовали по религиозным мотивам. В парткоме не давали праздновать симхостойрам, в полочной не продавали мацу, и сына в шаббат гоняли в школу. И для новой карьеры он начал обхаживать местного раввина. Он каждый день ходил к нему в синагогу. Он молился. Он делал такое несчастное лицо. Одним словом, арахмоны с пунем. У вас гастроли начинаются 16 мая в Чикаго, а вот 21 мая, я знаю, вы будете выступать в Нью-Йорке в Карнеги. В Карнеги Холл, да. Я к этому времени хотел сначала, я вам честно скажу, если совсем быть откровенным, сначала я хотел научиться играть на скрипке. К этому времени я отыграл сольный концерт в Карнеги Холл на скрипке. Потом я понял, что я не успеваю. И решил тогда просто на роялях. Нет рояля того цвета. Нет рояля. Как говорил артист Альберт Писаренков в свою бытность работы конференцией на Советской Страде, он говорил, я учился играть на коричневом, а мне дали чёрным. Так что мне придётся работать на том инструменте, на котором я работал всегда. то бишь, в так называемом разговорном жанре. Вообще, надо сказать, что меня этот термин, этот разговорный жанр, с определенного времени стал очень пугать. Можете себе представить, человек родился, говорит, мама, всё, это разговорный жанр. То есть практически каждый рождённый может быть ключевым. Артистом разговорного жанра. Каждый еврей. Да, вот видите опять. Вот видите, как я бы сказал, как национальный мотив во время нашей передачи мягко появляется контрапонусом. Да, да. Кстати говоря, я... Так вот, я хотел спросить, Димочка, скажите, пожалуйста, вы придёте 21-го числа? Я, естественно, обязательно приду. Я хожу на ваши концерты, не пропуская ни единого. Спасибо вам большое за хорошие слова, потому что другой бы на вашем месте сказал, моя бабушка на вас выросла. Господа, спасибо вам огромное за ваше внимание и ваше время. Я даже не знал, что вот небольшой сувенир от нашей компании будет иметь такое значение. Вы всё время поглядываете на часы. Очень красиво. Спасибо. Мы сейчас разыграем монетку. Чей бы. Не, я хочу, кстати говоря, чтобы вы его поставили на нью-йоркское время, не на московское, когда вы будете в Москве уже, чтобы вы поставили на нью-йоркское время, и когда глядели на эмблему русско-американского телевидения, чтобы там нью-йоркское стояло, всё, договорились. Вы всегда помнили о том, что есть город такой, в котором живёт огромное количество ваших поклонников, есть такая страна в стране, которая называется Русская Америка, в которой всегда вас ждут, все любят, помнят, знают. Я готов приезжать в Америку и каждый раз с вами разговаривать. И также каждый раз получать от вас памятные сувениры от компании WMNB. Договорились. Я правильно произнёс? Абсолютно просто. Да здравствует русское телевидение в Америке. Ура, товарищи! Кстати, на сцену Геннадий Хазанов всегда выходит без часов. Ломаются. Слабый механизм не выдерживает такого сильного напряжения, такого накала. И это абсолютно серьёзно. Вот она, великая сила искусства к действиям. К чему это я говорю? Ах, да! Счастливые часов не наблюдают, если, конечно, это не часы от русско-американского телевидения. Где ма... Секундочку. А где мои часы? Добрый вечер, Америка! Добрый вечер, Америка! Добрый вечер, Америка! Добрый вечер, Америка! Продолжение следует...